МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда в это время, по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадык. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440, 567-1450, и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель Щелковской районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Борис Дудик. Здравствуйте, Борис Романович. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с вами символично встречаемся накануне Дня Великой Победы. Буквально послезавтра вся наша страна будет отмечать этот праздник, 74-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Встречаемся с вами буквально через две недели после празднования Дня рождения нашей организации ветеранов в Щелковской. 32 года исполнилось. И, наверное, можно отметить эту дату тоже волей скромной, но, тем не менее, наверное, важно в жизни нашей организации. Это 9 месяцев вашего пребывания в должности председателя ветеранской организации, пока еще Щелковской районной, но можно сказать, что и уже теперь организация ветеранов городского округа Щелкова. Борис Романович, если можно, вот так длинно звучит, да, ветеранов войны. Мы привыкли просто ветераны, ветераны труда, ветераны войны. А тут и вооруженных сил, и правоохранительных органов, и так далее, и так далее. Если можно, вкратце расскажите об основных направлениях деятельности вашей организации и как удается объединить, объединять в себе вот этих вот, наверное, таких разных людей. Ну, дело в том, что сама организация была задумана изначально как Совет ветеранов войны, и с переходом после войны, по окончанию войны, значит, в 60-х годах начали создаваться эти ветеранские организации. Естественно, что их создавали участники Великой Отечественной войны. И поэтому она называется Совет ветеранов войны, потом труда, пенсионеров, вооруженных сил, соответственно, и правоохранительных органов. Потому что все эти ветеранские организации так или иначе занимаются одним. Сделать так, чтобы жизнь ветеранов была легче, удобнее и радостнее. Вы правильно сказали, что совсем недавно мы отметили наш день рождения. Это было в Щелковском культурном комплексе, куда мы пригласили весь наш актив. В зале присутствовало больше 330 человек. Были на первом ряду, сидели самые уважаемые люди, это участники Великой Отечественной войны. Жизнь идет, как говорится, и с каждым днем их все меньше и меньше, к сожалению. Но при этом, значит, они ведут очень активные образы жизни. И часть из них присутствовала на этом празднике. Сидели в первом ряду и получили удовольствие. Значит, к ним обратился глава. Всех поздравили с наступающим праздником. Пожелали здоровья. И эта работа не заканчивается. Она у нас и продолжается постоянно. Значит, сегодня ветеранская организация объединяет более 17 тысяч членов. Всего Щелковского муниципального района. Пока я говорю так, потому что пока мы еще не поменяли уставные документы. И как только это случится, мы будем тоже называться ветеранской организацией городского округа Щелково. Борис Романович, давайте, прежде чем мы поговорим о работе организации, хочу проиллюстрировать ваши слова о том, как отмечали день рождения, 32-ю годовщину соединения образования Щелковской районной организации ветеранов. Подробно рассказали, но лучше один раз увидеть, чем услышать. Поэтому давайте посмотрим, как проходило это торжество. Давайте посмотрим. Щелковский районный культурный комплекс в этот день пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь собрались люди, которые на протяжении многих лет своим самоотверженным трудом укрепляли благосостояние Родины, работали на предприятиях в организациях района. К ним с поздравлениями обратились руководители муниципалитета. 32 года в апреле исполняется ваша организация, в состав которой входят активные и неравнодушные люди. В состав организации входят те, кто отставил победу в годы войны. Вы живете такой полной жизнью. Вы такие активные. Вы своей активностью на спартакиатах, участие в соревнованиях, в конкурсах, ветеранских хорок. Возражаете нас? Но еще отдельное спасибо я бы хотела сказать вам за ту работу, которую вы проводите с подрастающим поколением. Активным членам общественной организации ветеранов вручили награды. Знаком почетный ветеран Подмосковья наградили первого заместителя председателя Совета ветеранов Межмуниципального управления МВД России Щелковская подполковника милиции в отставке Нину Медведеву. В ветеранских организациях великим уважением окружены, конечно же, люди самого почтенного возраста. Они прошли войну. Их слова для всех нас имеют особую цену. Мы с вами, конечно, тоже будем говорить о том, о чем упоминалось в сюжете. И ветеранские культурные, спортивные мероприятия, и работа с молодежью. Но пока давайте вернемся к тому, о чем вы начали говорить. Что организация насчитывает около 18 тысяч членов. Но это ведь, наверное, не все количество, которое вообще живет у нас в округе. Безусловно, в соответствии с уставом в нашу ветеранскую организацию могут вступать люди с 18 лет. Те, кто разделяют наши чувства, чаяния, заботы и выполняют условия нашего устава. Поэтому любой гражданин Российской Федерации, который имеет паспорт, может вступить в нашу доблестную организацию. Но я не об этом хочу сказать. Главное в том, что наша организация объединяет, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны. Я уже сказал, что их все меньше и меньше становится. Сегодня мы в начале апреля месяца запустили анкету. Делаем опрос среди наших ветеранов по социально-бытовым вопросам. Потому что такие вопросы возникают у наших ветеранов. И администрация идет навстречу и помогает решать эти вопросы. Кому-то нужно что-то подремонтировать, у кого-то кран сломался. Все эти вопросы, которые мы сформировали в пакет, наш исполняющий полномочий главы сегодня, Сергей Викторович Горелов, расписал всем службам. И в этом направлении идет работа. Поэтому, кроме этого, наша ветеранская организация объединяет весь район, будем говорить. И чаянные, и заботы у всех разные. Кто-то живет в своем собственном доме. И у них тоже есть какие-то свои проблемы, которые необходимо решать. И помогают нашей ветеранской организации все. И волонтеры, и юная армия, и боевое братство. Мы дружим абсолютно со всеми направлениями, кто занимается с ветеранами. Поэтому, вот в этом отношении нам повезло. Потому что, все-таки, дань уважения к ветеранам, она остается. Они сделали самое главное в нашей жизни, отстояли победу нашей Родины. Ну вот, если можно, еще по цифрам пройдемся. Статистика вы мне показали. Буклет, изданный как раз к 32-й годовщине. И вот там, в частности, сказано, что всего стоит на учете около 18 тысяч человек. Из них 150 участников войны, 1124 труженика тыла, 385 ветеранов боевых действий, 1439 ветеранов вооруженных сил, 10139 ветеранов труда, 138 ветеранов милиции, 4387 пенсионеров и 137 бывших несовершеннолетних узников фашизма. Ну вот, поясните, что значит, стоят на учете. Наверняка у нас, все-таки, ветеранов Великой Отечественной войны больше, чем 150 в районе. А ветеранов боевых действий, естественно, больше, чем 385. Дело в том, что, как и любая общественная организация, как же и профсоюз. Вы хотите, можете вступить. Вы ее член, правильно? Если вы не хотите, вы не вступаете. Поэтому у нас и, значит, много в районе сегодня 65 тысяч, даже больше пенсионеров всевозможных категорий. Которые могли бы стоять? Которые могли бы стоять сегодня на учете в той или иной организации по выбору. Ну, не все желают, допустим, записаться туда или сюда в нашу, допустим, организацию, чтобы что-то сделать, допустим. Понимаете, многие не потому, что не хотят, а многие сегодня еще и работают. У нас даже ветераны, пенсионеры, которым больше 70 лет, они еще работают. Где-то там, потому что не у всех пенсия позволяет сегодня прожить на одну пенсию, скажем так. То, что, значит, да, здесь написаны цифры, эти совершенно верные цифры, потому что, значит, это те, кто пожелал состоять у нас на учете. У нас, допустим, есть боевое братство, где в основном участники афганских событий, но у нас тоже есть участники афганских событий, которые состоят у нас на учете, понимаете? А в боевом братстве они не состоят? В боевом братстве почему-то не состоят. Ну, я, значит, вот выступая на нашем праздничном мероприятии, обратился ко всем присутствующим, потому что там были все и репрессированы. Мы пригласили абсолютно все направления, которые сегодня работают у нас в городском округе, по присутствию на нашем мероприятии, разделить радость с нами. И обратился, что давайте объединимся. Должна быть одна организация, тогда легче работать и легче решать какие-то вопросы, которые стоят сегодня перед всеми ветеранами, которые вообще могут стоять в сегодняшней жизни. А и как они отреагируют? Положительно, положительно. Поэтому я думаю, что мое обращение найдет понимание у всех. Живя в одном доме, нельзя никак поделить. Ну, как можно в семье разделить братьев, сестер, понимаете? Дедов, бабушек, значит, кто в большом возрасте уже в таком, который не может, за ним ухаживает вся семья, понимаете? И здесь должно быть, как в одной семье. Поэтому я вижу только так. Надо все сравнивать с домом, с домом, в котором ты живешь. А мы живем в хорошем доме. Он называется городской округ Щелково. Борис Романович, маленькую каплю дегтя. Да, вот, говорите, семья-семья. Бывает же такая ситуация, когда родители разводятся, да, и приходится делить детей. Или неделю он живет, там, один ребенок неделю живет с мамой, неделю с папой бывает и такое, да. Бывает, скажем, двое детей, один остается с мамой, с папой. Вот у нас такого нет, такой ситуации? Значит, я бы не сравнивал вот такую жизненную ситуацию. Она действительно бывает. В жизни все бывает. Поэтому это и жизнь. Ну, мы стараемся избегать вот этих ситуаций, чтобы делить кого-то и что-то. Задача у нас одна. Сделать жизнь наших ветеранов красивее, жизнерадостней. Поэтому мы открыли всевозможные школы, значит, где могут проявить свои, значит, возможности наши ветераны. Многие не умели, допустим, пользоваться компьютером. Стояли в очередях, запись к врачу, значит, передать данные по воде, по газу, по свету и так далее. Сегодня 150 человек, я могу сказать, что с уверенностью, те, кто прошли курсы обучения компьютерной грамотности, а у нас 4 класса работы сегодня в Щелковском районе, и нужно отдать должное нашей администрации, которая пошла навстречу нам и выделила 24 ноутбука, которыми мы сегодня пользуемся. Ну, 24, а 48 мест. Сегодня одновременно занимается компьютерной грамотностью 48 человек. Ну, а как компенсировали эти свободные места? Закупали отдельно технику? Нет, нет, нет. Эта администрация изыскала возможности и нам предоставила эти машины временно для работы. Значит, они использовались на выборной кампании, и выборы у нас будут в сентябре, мы в это время как раз прекратим занятия на полтора месяца, и потом снова начнем, потому что... А потом, когда они освободятся? Так точно. Почему машины должны стоять? Это очень хороший, рациональный способ использования техники, которая не должна просто пылиться, она должна приносить пользу людям. Чем мы и занимаемся? Значит, на этих курсах мы учим пользоваться компьютером, во-первых. Ну, все приходят со своими вопросами, значит, у них свои компьютеры, у кого-то стационарные, у кого-то ноутбук, у кого-то другой. Некоторые с телефонами пытались ко мне подходить и говорят, а как нам, там же в телефоне тоже можно и произвести оплату и так далее. Потому что, ну, современные люди, они понимают и могут понять меня, что это возможно. Но в данном случае мы учим наших ветеранов пользоваться компьютером, чтобы можно было записаться к врачу, передать данные по ЖКХ, получить какую-то информацию. Все практически зарегистрированы на портале государственных услуг. И они сегодня, полноценные пользователи, могут, значит, в доброй деле, значит, посмотреть и произвести какую-то работу и выбрать ту улицу, которую надо сегодня отремонтировать. Там же много хороших вещей, которые сегодня в Московской области, значит, позиционируют в том плане, чтобы сделать какое-то доброе дело. И они обращаются к нам, к жителям, какую улицу мы будем ремонтировать, эту или другую. И по большинству, у нас вот недавно был министр транспорта на встрече с жителями Щелкова, задавали ему много вопросов. И он говорил с высокой трибуны, что, пожалуйста, обращайтесь, и мы вот слушаем, что хотят граждане. Поэтому технологии новые надо применять. Нельзя жить старыми мерками в новом веке, в век технологий. На век уже давно, правда? Да. Я опять хочу проиллюстрировать ваши слова, Борис Романович, видеоматериалом, который мы снимали, когда открывались классы компьютерной грамотности для пожилых людей. Напомню нашим зрителям, что всего с лета прошлого года, тогда еще в районе, теперь уже в городском округе Щелково, открыто всего четыре таких класса, непосредственно в городе Щелково, но также в селе, в деревне Гребнево, в деревне Медвежьи озера и в Монино, в поселке Монино. Так что, кто хочет, может приходить и учиться бесплатно. Естественно, да, мы покажем небольшой видеосюжет, вернее, даже два маленьких видеосюжета о том, как открывались классы компьютерной грамотности в Монине и в Медвежьих озерах. В Монинской библиотеке книги теперь соседствуют с современным хранилищем информации, ноутбуками. А это значит, что школа компьютерной грамотности продолжает свое шествие по Щелковскому району. Прежде чем отправиться на поиски в глобальную сеть, многим предстоит освоить самые азы обращения с компьютерной техникой. Как включать и выключать ноутбук, работать в текстовых редакторах и других программах. Всего курс рассчитан на месяц обучения. Занятия проводятся дважды в неделю. Приобретение компьютерной грамотности для многих – залог легкого выполнения рутинных дел. Например, оплатить квитанцию ЖКХ, записаться на прием к доктору можно будет онлайн. Ну а дальше кто во что гораст. Кто-то может завести друзей на другом конце света или же научиться обрабатывать фотографии, как давно мечтал. Учиться никогда не поздно. Именно с таким девизом на открытие компьютерного класса в библиотеку ДК Медвежьих озер пожаловала группа любознательных, которым немного за 60. В наше время необходимо уметь ориентироваться в виртуальном пространстве. Ведь благодаря этому можно значительно упростить себе жизнь. Через интернет сейчас можно сделать практически все – оформить необходимые документы, получить паспорт или записаться к врачу. И не тратить при этом время в очереди. Всего администрация Щелковского района для занятий выделила 21 компьютер. Но это еще не предел. В районе выпущено уже 4 группы, по 12 человек каждая. А за год состоялось открытие уже третьего компьютерного класса. Ученикам напомнили, что важно не только научиться самому, но и рассказать о том, как пользоваться компьютером в случае необходимости своему окружению. Ведь чем больше людей старшего возраста будет это уметь, тем лучше. Но перспективы, Борис Романович, планируете еще открывать или пока не ясно? Да, безусловно. Дело в том, что я немножко хотел вернуться к этому сюжету. Здесь как бы несколько устоевшие данные. Ну да, это как раз третий у нас в Медвежих озерах. Первый был в Щелково, второй в Монино, в Третье Медвежих и четвертый уже в этом году в Гребнево. Совершенно верно. Поэтому цифра чуть-чуть неправильная, но мы знаем, да, и сказали зрителям. Значит, ну перспектива какая? Дело в том, что я уже говорил нашим руководителям новым, что пора и школу нашу переводить в новые рамки. Это будет институт. И пользуясь случаями все-таки хочу поблагодарить учреждение культуры, которое мы... Я начал с того, что мы живем в одном доме. И хорошо, что понимают, что этот дом наш общий дом. И вот на базе двух библиотек, это во дворце культуры в Монино, там открыт этот класс, да, и на базе библиотеки клуба в Медвежих озерах тоже самое. И на базе дома культуры в Гребнево тоже самое открыт этот компьютерный класс. Поэтому у нас только в Щелково, в Коворкинг-центре, значит, класс открыт, небольшой, где мы уже восемь групп отучили. Ну потому что раньше всех открыли, наверное, да? Да, 27 июня прошлого года мы открыли. А вообще поток идет вот примерно равномерно именно в Гребнево и в других населениях? Я сейчас объясню. Дело в том, что сейчас мы пришли к тому, что вот сейчас в мае вот у нас заканчивают две группы. Это в Монино и в Гребнево. Потом делаем перерыв. Ну, первое. Значит, сейчас начинается дачный период, сезон вот этот. И вы понимаете, что многие наши ветераны, они, значит, занимаются огородом, дачей. И, конечно, вот это лето мы, наверное, не будем проводить курсы. У нас очередь существует, надо сказать об этом. Запись идет через Совет ветеранов. Конечно, в первую очередь мы принимаем тех, кто состоят на учете у нас, потому что курсы эти бесплатны, никто не платит за обучение. Вот. Поэтому, значит, очередь существует. И у нас было так, что некоторые звонили по несколько раз. Мы объясняем, что, значит, когда группа заканчивает, за три дня до окончания, значит, до начала занятий новой группы, мы обзваниваем тех, кто стоит в очереди. Бывает там так, что кто-то из этой очереди выпадает, потому что уехал на лечение, понимаете, да? Или научился еще где-то. Нет, он не научился. Ну, может, дети научили его. Ну, ситуация, почему большая очередь, я сейчас просто скажу. Значит, дело в том, что я с уважением отношусь к нашим детям, наших, значит, ветеранов, к внукам. Ну, понимаете, жизнь такая, что дети работают. Они утром встают и вечером только приезжают с работы. Устают, соответственно. Им как бы не до этого. Вроде они считают, да, папа или там бабушка. Мы все сами сделаем, не тревозься, ты сиди, вот смотри телевизор. Понимаете? Но люди не могут просто так сидеть, им нужно дышать, им нужно общаться. И они благодаря тому, что вот мы подтолкнули вначале, у нас же не полный курс, мы асов не готовим, но мы показываем, что это легко и просто. И курс, и школа называется просто и понятно. Вот под такой рубрикой. Поэтому они сейчас могут через интернет вспомнить, где они учились, в каких школах. Мы об этом тоже говорим. Потому что всемирная сеть, нету конца и края, где можно получить какие-то дополнительные знания, те, которые им необходимы сегодня. Значит, кроме этого мы учим, что надо соблюдать безопасность и технику безопасности. Все это написано. 18 академических часов в нашей программе заложено. Все сегодня учатся по вот этой программе, которую нам помогли специалисты с нашей администрации подготовить, сделать. И спасибо большое. Вот я хочу сказать Новикову Алексею Ивановичу, который приложил немало сил для того, чтобы и его команда, чтобы это все наладить, сделать все эти подключения, всех компьютеров, подключения к интернету. Это все заслуга нашей администрации. Еще раз хочу выразить им благодарность за это. Хочу сказать, что, конечно, без помощи учреждения культуры, о которых я сейчас только сказал, тоже невозможно двигаться никуда вперед. Мы прекрасно понимаем, что библиотеки с утра до вечера работают. Они приходят дети, взрослые, читают газеты, журналы, ищут какие-то студенты, материалы и пользуются библиотекой. Но при этом спасибо, что они нашли возможность выделить два часа в день, два раза в неделю, по два часа, четыре часа в неделю, для того, чтобы заняться благородным делом, обучить наших ветеранов пользоваться компьютерным. Ну и завершая тему компьютерных классов, по неволе возникает вопрос, сказали, что обучение бесплатное. Учителя откуда берутся? Значит, ну вот с учителями как бы не совсем. Это люди, которые я очень благодарен за их понимание и поддержку. Ну, значит, по Монина это библиотекарь. Значит, в Медвежьих озерах спасибо Владимиру Николаевичу Канахину, который привлек из училища специалиста. Вот, сейчас там уже второй специалист. И я понимаю так, что если бы у нас много колледжей, и они правильно восприняли вот эту тему нашу, что надо помогать старшему поколению, возможно, студенты четвертых курсов, которые нужно проходить практику, да, и которые имеют направление компьютерной грамотности, могли бы позаниматься с нашими ветеранами в какой-то период, там, значит, и дать им знания, которые они получили в наших учебных заведениях. А им зачитали бы как практику, допустим? Да, совершенно верно. Мы им можем зачитать как практику, и могут прийти преподаватели, посмотреть и так далее. И второй момент я хочу подчеркнуть для училищ, что можно много учить всего, понимаете? Но когда ты рассказываешь то, что ты выучил, это самое лучшее познание. И вот в этом отношении, а у нас ветераны, они же много задают всяких вопросов, и там не получить хорошую оценку невозможно, понимаете? Потому что человек должен быть готовиться и отвечать на все вопросы, которые возникают у наших ветеранов. Ну а вот волонтеры могут помочь, допустим? Конечно. Вообще много они помогают вам? Вы же упомянули, да, что вы задействуете? Дело в том, что есть у нас люди, которые помогают не только, они и раньше помогали, потому что мы говорили, допустим, вот надо какой-то, допустим, отчет сделать. И понятно, что его можно написать от руки, да? Вот. Написать от руки, привезти в Щелково с какой-то, допустим, Смонино или с Фрианово, да? Это потратим, ну, полдня, чтобы привезти листок бумаги с каким-то отчетом. А можно же потратить полчаса для того, чтобы напечатать его, и по ретонной почте, которая у нас работает сегодня, передать. Это будет никаких затрат и дороги, и времени. Самое главное – время. Сегодня очень дорого всем время. Поэтому, значит, дети и волонтеры, и юная армия, мы со всеми дружим. Все нам помогают вот в этом плане. Никто пока не отказал. И спасибо большое комитету по образованию. У нас с ними заключен договор, план есть, действий. Мы не пытаемся влезть в учебную программу, потому что она с каждым годом все сложнее и сложнее. Мы понимаем это, но при этом мы понимаем, что и военно-патриотическим воспитанием тоже нужно заниматься. Каким-то образом. Поэтому мы здесь нашли точки соприкосновения и работаем в тесном контакте. Ну, о военно-патриотическом воспитании и не только поговорим. Во второй части нашей программы. Спасибо вам, Борис Романович. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня председатель Кщелковской районной общественной организации ветеранов Борис Дудик. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель Кщелковской районной общественной организации ветеранов Борис Дудик. Еще раз здравствуйте, Борис Романович. Напоминаю, телефоны прямого эфира. 496, код города. 567-1440 и 567-1450. Но мы продолжим наш разговор. Борис Романович, хотелось бы поговорить еще об одной дате. Мы говорили, что 32 года организации ветеранов. Но и при этом еще 9 месяцев вашего пребывания в должности председателя этой организации. В общем, не так много, но, наверное, все-таки что-то удалось сделать. И сразу, опять же, зрислим хочу сказать, что Борис Романович человек не новый в организации. И он уже с момента своего приезда в Челково уже 6 лет там состоит. Но председателем стал всего лишь в августе прошлого года. Вот что понадобилось изменить, и вот мое личное такое, извините, субъективное впечатление, что как-то ожила ветеранская жизнь за это время. По крайней мере, по тем мероприятиям, которые вы проводите. Которые нам, естественно, приходится снимать, так скажем. Много их стало. И как вам удалось это сделать? Ну, секрета большого нет. Дело в том, что это моя работа, моя специальность этому помогает. Я всю жизнь работаю руководителем с 8 класса, скажем так. Я руковожу коллективами, значит, творческими. Я профессиональный работник культуры. Поэтому для меня большого труда не составляет, значит, организовать какие-то мероприятия. Потому что все методика и формы известны. Они, никто их новые не придумал. Они все как были, так они есть. И все сегодня по этим формам проводится и делается. Значит, то, что удалось сделать. Во-первых, ну, я хочу сказать, что мы расширили состав актива. У нас 32 человека сегодня входит в состав актива ветеранской организации, которая объединяет весь район. Ну, сегодня городской округ, Щелково. Значит, мы увеличили число членов президиума. У нас 11 человек. Мы, значит... С чем это связано? Какие-то потребности, да? Связано с тем, что... Нагрузка была на каждую. Да, дело в том, что чем больше людей, которые занимаются каким-то определенным делом, тем лучше и спокойнее. Потому что, ну, вы понимаете, что, значит, все нагрузить можно на одного, но он долго не протянет. Это как... Понятно, что везти одному 10 чемоданов или будет 10 человек нести по одному чемоданчику. Поэтому мы распределили роли, значит, и, значит, всем по их желанию, по возможности, по образованию поручили определенные участки работы. Значит, есть у нас заместитель мой, значит, Латашов Александрович, который занимается военно-патриотическим воспитанием. Это связь. Он, значит, один из руководителей юной армии, которая у нас организована недавно, молодая организация детей. Значит, и провели уже несколько немероприятий хороших. Вот, скажем, во второй школе, это было в апреле месяце, равнение на знамена. Очень хорошее было соревнование среди команд юно-армейцев. Вот, есть победители, и мы их отмечаем дипломами и грамотами, и вручаем это все. И дети видят, что нужно где-то знать, что такое знамя, что такое равнение и так далее. Поэтому вот то, что касается военно-патриотической работы, на нем вот этот пласт лежит. Есть другой у меня еще заместитель, который занимается орг-вопросами, первый заместитель Рябухин Виктор Павлович. Значит, тоже у него... Мы начали с того, что, во-первых, должен быть порядок в документации. Значит, это и списки, которые мы требуем с наших организаций, которые представляют нам, кто стоит на учете, чтобы не было там нас... Видите, как в уставе написано, что можно вступить по устному заявлению. А на самом деле... Но, понимаете, когда... Нет, можно почему. Дело-то в том, что не было доведено до логического завершения вот этого требования. По устному заявлению я пришел и говорю, я хочу вступить. Значит, секретарь сидит и пишет. Вот Дудик Борис Романович решил вступить. И записывает, что я такой-то... У меня какие-то награды есть и так далее и тому подобное. Я могу приложить свои знания, умения и опыт в такой-то области. Вот это надо делать. А когда он просто пришел и сказал, я хочу вступить, это ни о чем. Понимаете? Это первое. Второе. Когда все-таки записан этот человек, зафиксирован, получается юридическое обоснование или как бы устное заключение договора какого-то на выполнение определенных обязанностей, которые... Мы же добровольно приходим в организацию. Нас никто не толкает, ничего не заставляет делать. Понимаете? Мы приходим добровольно. Могу я вести компьютерные курсы, знаю компьютер. Значит, я их веду. Могу я играть на инструменте. Я могу научить людей, если они захотят. Но дело-то в том, что я один. Я не могу буду только и компьютерами обучать. И, значит, учить их на музыкальном инструменте играть. Еще танцевать, допустим. Я много чего могу. Но я просто физически не смогу уделить людям внимания столько, потому что это неправильно. И, значит, поэтому вот эти обязанности распределены. Социально-бытовая комиссия, вот я начал говорить о том, что мы сегодня начали эту работу по обследованию наших участников Великой Отечественной войны. Есть там, значит, пожелания определенные, кому-то что-то нужно помочь. И мы этим делом занимаемся. Мы сформировали эти все пожелания, направили в администрацию. Спасибо большое нашей администрации, которая принимает и приняла уже определенные решения. Скажем, Родионов Юрий Николаевич, который является заместителем главы администрации и курирует вопросы культуры и здравоохранения. Очень хороший ответ и хорошие пожелания. Там, где необходимо было направить каких-то врачей, значит, к лежачим участникам Великой Отечественной войны. Это все сделано в апреле месяце, 29-го, 30-го. У нас есть конкретные ответы и пожелания. Поэтому я считаю, что это правильно. Это в нормальном доме, как я еще раз говорю, должно так и быть. Понимаете, мы живем в одном городе, в одном доме, который называется Щелково. И все здесь должно работать для того, чтобы облегчить, я еще раз говорю, жизнь наших уважаемых ветеранов. И сегодня есть ветераны Великой Отечественной войны. Время неумолимо идет вперед. Значит, придет такое время, когда уже не будет. Но люди-то останутся. Они тоже будут другие только ветераны. Ветераны труда. И им тоже нужна будет такая же помощь. То есть, если мы вот это все настроим и сделаем, я понимаю так, что люди будут понимать, что они в хорошей заботе, в хороших руках. К ним придет врач и поможет, и все сделает. И окажет нужную помощь в нужный момент. Если можно, вот опять такой, тоже, больше, наверное, юридический вопрос. В вашем буклете, я, естественно, прочитал его, сказано, что лучшие первичные ветеранские организации, и там причисляются у нас Монина, Медвежьи озера, Щелково-4 и Воронок. Вот по каким критериям определяются лучшие? Значит, смотрите, в этом году, в начале года, мы объявили конкурс на лучшую ветеранскую организацию. Итоги конкурса будут подведены в следующем году. Он на встречу 75-летию Великой Победы. Нам бы хотелось, чтобы наши все организации были лучшими. Ну, вы понимаете, что когда идет соревнование, всегда бывает один кто-то лучший. И в этом нету, как бы, каких-то рамок, что он может быть лучшим. И какие-то ограничения тоже нету. Пожалуйста. Если вы позанимались, и у вас не только... У нас сегодня, значит, охвачены газетами время, газеты «Время» 630 человек. Вот выписано на первое полугодие бесплатно. И на второе полугодие мы уже заявку отдали, тоже 630 экземпляров. Кроме этого, мы выписываем сами газеты «Ветеран», которые мы планируем во втором полугодии, на второе полугодие, чтобы эти газеты... Я написал письмо, значит, в нашей библиотеке, чтобы совместить приятное с полезным. Все равно люди приходят, значит, в библиотеку, правильно? И туда много приходит наших ветеранов. Мы проводим... У нас не у всех перевесных организаций есть помещения для занятий. И в основном мы пользуем библиотеки. Опять хочу сказать, что большое спасибо учреждениям культуры, которые идут навстречу нам, вот в плане этой работы. И мы решили, что, значит, мы будем выписывать часть газет, где нет у наших перевесных организаций помещений, на библиотеку. Таким образом, мы помогаем библиотеке. Они не тратят деньги, они могут какую-то еще другую газету или журнал выписать дополнительно, да? А за счет наших средств, которые у нас есть, мы можем помочь им, и у них будет наполнение газеты «Ветеран». Поэтому вот здесь вот эти все, если совместить хорошие вещи, понимаете, то мы можем много сэкономить средств, которые просто попусту можно потратить, значит, и выиграть гораздо больше, чем выиграем сегодня. Поэтому это первое. Второе, значит, наши ветеранские организации, почему вы говорите, да, мы правильно, мы подводим определенные итоги. Вы заметили, что у нас очень хорошо сейчас стали посещать учреждения культуры. Мы заключили договора с учреждениями культуры, допустим, с Щелковским культурным комплексом, театром, прошу прощения. Как он теперь называется? Театральный концертный центр? Театральный концертный центр, да. Нам на безвозмездной основе дают энное количество билетов. Ну, по возможности. Сколько? Когда? 50. Вот последний раз на «Звуки Победы», это потому что больше к нам относится, 150 билетов мы получили. Мы распределили эти билеты среди наших перевесных организаций. Советы перевесных организаций ветеранских смотрят, и кто наиболее активно участвует в жизни ветеранской организации конкретной, дает им билеты. Понимаете, как поощрение моральное. Нам деньги не нужны. У нас есть моральное право посетить театр, концертный зал и так далее. Поэтому, и, значит, сначала, когда, значит, я принял эту работу, у нас не было такой четкой посещаемости. Я начал с нашими членами президента обсуждать эту тему. Я говорю, ребят, ну, смотрите, театру все равно. Почему? Мы пришли 15 человек, и в зале свет горит. Или мы пришли 150 человек, и в зале столько же света горит. Правильно я понимаю? Мы должны экономить деньги бюджетные, государственные и так далее. Мы должны создать артистам, значит, хорошее настроение. Потому что если полный зал для артиста – это радость. Его твойство, оно раскрывается еще больше. Поэтому вот я хочу поблагодарить, опять же, наше учреждение культуры, которые пошли навстречу. Сейчас у нас четко идет. Ну, бывает, конечно, там, я не говорю, что 100%. Мы же все-таки у нас ветеранский возраст ветеранов, он не позволяет 100% выполнять, понимаете? Потому что кто-то заболел, кто-то подскользнулся, упал там. У кого-то врача, значит, назначили прием к врачу, и он, конечно, пойдет к врачу. Поэтому в этом отношении, значит, посещаемость у нас 100%, можно сказать, по отношению к прошлому периоду. Далее, значит, мы смотрим, как участвуют организации в общественных мероприятиях, скажем, в военно-патриотическом воспитании. У нас все школы закреплены за школами нашей ветеранских организаций, которые ходят, у них есть классы, которые посещают. И как только школа нас зовет, мы сразу с радостью идем. Еще не было такого, чтобы мы не пришли. Потому что мы понимаем, что если мы не будем ходить, могут прийти другие силы, и это будет неправильно. Поэтому и для того, чтобы выявить, значит, лучшую ветеранскую организацию, мы свои собственные мероприятия проводим. Вот, допустим, мы объявили конкурс, да, значит, там есть ряд условий. Значит, какие взаимоотношения председателя ветеранской организации с уководством на местах? Ну, раньше было... Щелковские муниципальные районы были председатели сельских советов, да, главы там. Сейчас нету, ну, сейчас есть вместо них другие люди, с которыми тоже надо наводить контакт, потому что жить в одном доме надо жить мирно, хорошо и находить взаимопонимание с этими людьми, которые работают. Поэтому, значит, все, кто выполняет и участвует, скажем, как не дать Монина первое место, да, если они первое место заняли в Спартакеаде в прошлом году, в четвертой Спартакеаде первое место, все в форме, все приехали, у всех есть справки, что они допущены к соревнованиям, понимаете? Там же тоже люди берут на себя определенную ответственность, что, значит, должны быть люди здоровые, подготовленные. Не такие у нас требования к нашим ветеранам, у нас не тут там поднимать какие-то тяжести и так далее. У нас нормальные виды спорта, их всего 10. Вот в этом году, наверное, будем вводить еще 11 вид спорта, это русские городки, о которых мы уже говорили с председателем комитета по физической культуре, вроде как нашли взаимопонимание и будут такие соревнования, потому что это чисто русский вид спорта, городки. Вот, и когда мы подэтаживаем все, что провели наши первичные ветеранские организации, естественно, выходит на первое место тот, кто больше всего балов наработал в данном случае. У нас вот, смотрите, Монина открыли вторыми, они открыли, собственно говоря, в районе первыми, открыли компьютерный класс после Щелкова. Медвежье на втором месте. Закономерность, да. Где люди работают, там им навстречу идут. Мне понравилось, когда Канахин Владимир Николаевич в Инстаграме объявил, нужны ли нам курсы компьютерные. И потом присылает мне фотографию, и там написано, что 100% нужны. Понимаете, поэтому там видели, вот кадры, ну, телевидение не дает нам, значит, обмануть людей, потому что все показано, сколько там было людей. Поэтому все, что мы делаем, мы на правильном пути, и будем продолжать дальше. Мы планируем открыть свой, сейчас вот, ну, смена руководства, но я думаю, что предыдущий руководитель передал все те пожелания, те наработки, которые у нас были согласованы по ветеранским делам новому, значит, руководителю. И я думаю, что класс, даже, наверное, будет институт уже, значит, компьютерные курсы, где будет современное оборудование, интерактивные доски, кондикционеры, соответственно, потому что мы сегодня, ну, как бы арендуем, мы не платим за это, просто по договоренности в здании Сбербанка, но там очень узкий класс, и, допустим, кому-то подойти и подсказать, что там надо Enter нажать, где-то вот эта клавиша невозможна. Поэтому вот хотелось бы, чтобы это было исполнено, вот эти пожелания, которые мы наработали до того. Борис Аманович, в очередной раз хочу проиллюстрировать ваши слова, причем, может быть, подряд, вот вы говорили, что хорошее взаимодействие с учреждениями культуры, в частности, с Щелковским театром, который билеты ветеранам дает, да, но не только, и, соответственно, помещение свое предоставляет для различных мероприятий, которые вы проводите, ну, и вот одно из таких мероприятий, достаточно важное, прошло осенью, опять же, прошлого года, да, это отмечаемый у нас в стране день пожилых людей, который проходил в театре, поэтому еще один короткий видеосюжет, давайте посмотрим. Не стареют душой ветераны. Эта фраза была лейтмотивом всех поздравительных речей на праздники в театрально-концертном центре Щелковский театр. И что бы хотелось сказать, возраст и мудрость, добро – это вот рядом. И вот возраст никак не должен быть помехой в общественной жизни каждого жителя. На торжественном мероприятии грамотными и благодарственными письмами за активное участие в общественной жизни района наградили председатели ветеранских организаций поселений. Дипломы вручили победителям четвертой спартакиады ветеранов, в которой приняли участие 250 человек из 27 первичных организаций. Алексей Сирожим, председатель Совета ветеранов Монина, отметил, что команда из его поселений участвует в спартакиаде уже третий год подряд. Подготовили для ветеранов и концертную программу. Перед ними выступил ансамбль «Распевы». Праздник получился по-настоящему теплым и душевным. От чего, от чего, от чего так хорошо, от того, что ты мне просто улыбнулась. В универсальном спорткомплексе Подмосковья в четвертый раз прошла спартакиада Щелковского района среди ветеранов. Свыше 250 спортсменов из 27 первичных ветеранских организаций приняли участие в спартакиаде, и это говорит о многом. Не хочется вас всех благодарить, не хочется пожелать вам всем удачи и успехов. Но мне кажется, сегодня не будет придача. Разминка под музыку настраивает на позитив и разогревает мышцы. А в непогожие осенние деньки настрой как никогда важен, особенно в таких соревнованиях. Очень приятно, что сегодня вот здесь, на паркете, в зале, на площадках немалое количество ветеранов, которые будут доказывать и показывать, на что вы еще способны. А вы способны на многое. Сегодня настоящий праздник не только для ветеранов. Вы обратили внимание, что у нас ветераны пришли со своими внуками, и внуки также участвуют в соревнованиях. Поэтому спортивный праздник, несмотря на погоду. Состязались участники в различных дисциплинах. Играли в настольный теннис, шашки, шахматы. Испытывали себя в различных эстафетах и силовых упражнениях. Прыгали в длину, забрасывали мячи в баскетбольное кольцо, метко кидали дротики. Многие команды здесь не впервые. Есть среди участников и те, кто не раз побеждал. Какой задор, Борис Романович. Я посмотрел, тоже захотел стать ветераном. Но это еще все впереди, наверное. У нас буквально три минуты осталось до конца программы. Поэтому один такой, наверное, тоже обычный вопрос. Какие планы работы вашей ветеранской организации, скажем так, на ближайший период? И, может быть, более отдаленная перспектива? Значит, ну, самый главный план у нас через два дня, дата 74 года, со дня окончания Великой Отечественной войны. Поэтому надо достойно встретить. У нас вот завтра посещение 56 памятных мест, где будут возлагать цветы, проводиться митинги. И мы выезжаем завтра вот с главой и с нашими участниками Великой Отечественной войны. В трех местах побываем, сделаем встречи с детьми, возложение цветов. Естественно, что главный праздник – это День Победы 9 мая. Я призываю всех прийти, порадоваться, поздравить наших ветеранов. Они заслужили этих теплых и хороших слов. Когда идешь вот в коробочки, и дети подбегают, и каждый ребенок маленький, 3-4 года, ветерану хочет свой цветок отдать. Это настолько трогательно и незабываемо. И радость им, потому что они понимают, что они сделали то, что они должны сделать. Это бы сделал любой человек, который защищает свое Отечество, свою Родину. Поэтому хочу пожелать, прежде всего, им здоровья, радости, мирного неба. И, конечно, перспектива – это достойно встретить 75-летие нашей Победы. Это самый главный праздник. Об этом написано много. И есть постановления, указы в нашем городском округе. Тоже есть программа подготовки, проведения этих мероприятий. И мы сделаем все, чтобы оно прошло незабываемо, торжественно и запомнилось нашим людям навсегда. Потому что из этих маленьких событий слагается жизнь. И чем больше таких хороших, ярких впечатлений, они и запоминаются. И люди воодушевляются этим хорошим позывом. И делают все, чтобы жизнь наших щелковчан была достойнее и лучше. Ну а пятую спартакиаду планируете проводить? Обязательно. Она будет посвящена как раз 75-летию Победы. Мы добавляем туда новый вид спорта. Вот сейчас сказал, мы в прошлом году ввели новый вид. Это участие наших внуков с нашими дедушками, с бабушками. В этом году мы, наверное, добавим еще один вид, о котором я уже говорил. Это городки. Потому что это наша исконно русская игра и соревнования. По ним, я думаю, пройдет великолепно. Я хотел бы еще два слова сказать. Дело в том, что перед этим в прошлом году, 22 числа, мы садили Лес Победы. Это была прекрасная солнечная погода. И у нас есть одно из мероприятий «Скандинавская ходьба», которое нам пришлось проводить в зале спортивного, потому что 23-го, это было воскресенье, и была непогода. Мы не можем допустить, чтобы ветераны ходили под дождем. Поэтому я думаю, что в этом году будет хорошая погода и будет благоприятствовать нам, чтобы мы провели это мероприятие на высоком уровне. Приглашаем всех. Я понимаю, что должно быть много участников наших коллективов, представителей наших ветеранских организаций, но я призываю тех, кто не могут прыгать, бегать и скакать, просто прийти, поболеть, порадоваться, покричать. Потому что в прошлом году было очень здорово. Были такие плакаты самописные, которые призывали бахчеванжи победить, идти вперед и не сдаваться. Ну, будем идти вперед и сдаваться не будем. Спасибо, Борис Романович, вам за вашу содержательную, абсолютную информацию. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, тем более накануне такого великого праздника. Спасибо. С праздником вас и удачи вам в делах. И вас также. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель Щелковской районной общественной организации ветеранов Борис Дудик. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok